Как нашего выпускника в этот день российского студенчества. Витер Антонович, позвольте и мне вам дать совет. Вот уже шесть раз ваш университет, замечательный коллектив, выбирает депутата Государственной Думы. Каждый раз это разные, по-моему, у вас депутаты. Разные. А вот надо, чтобы был один, и чтобы он, этот депутат, шесть бюджетов, сколько у нас было, зачем шесть, 22 бюджета мы уже приняли, 22. И каждый раз можно было минимум дать вам дополнительно 100 миллионов, 2 миллиарда. Вы построили бы 10 школ для одаренных детей нашей страны, это был бы рывок. Это мог я сделать для вас, если бы я был бы депутатом от Московского университета. И простой пример. В бюджете 16-го года я пробил 200 миллионов. Я сказал, мы не проголосуем, а им надо, чтобы там побольше поддержать. Вот добавьте этой отрасли. Но я же их не знаю никого. Вот как мне радоваться, что я им дал 200 миллионов. Это же не наличные из кармана в карман. Это на строчку их министерства или структуры придут деньги. А если бы МГУ, я бы видел радостные глаза студентов, аспирантов, что это еще одно здание, еще один спортивный конкурс, еще оборудование, еще, еще и еще. Вот на будущее имейте в виду, что был свой лоббист, свой пробивающий все. Но главное основание. Я имею право помогать родному университету. А что я тем помог? Какое отношение имею? Я назло министру, чтобы заставить его уважать позицию фракции, добавил. Росавтодору. Ну и что дальше мне? Чьи глаза я его вижу радостные? Дальнобойщиков, которые недовольны все равно. А сюда пришел бы и вы там же объявил. Спасибо, Владимир Вольфович. В 16-м году Московский университет получит дополнительно 200 миллионов рублей. Вот имейте в виду. Владимир Вольфович, у нас сегодня день веселья, сейчас медовуха. Можно я пошучу, очень пошучу, но этот анекдот вы должны сделать. Только, Витя Иванович, я еще раз скажу, давайте, чтобы вы не думали, что корысть у него сделайте. Я вам на будущий год обещаю. В 17-м году вы получите от меня дополнительно 200 миллионов рублей. Независимо от того, что я не являюсь депутатом по вашему округу Государственной Думы. Пожалуйста. Все записывается. Пускай записывается. Силуанов, вы слышите? Силуанов. 200 миллионов МГУ в бюджет 17-го года. Дополнительно от меня, от фракции. Владимир Вольфович, анекдот, но вы должны его знать. Пожилой человек просыпается, руку на батарею. Она теплая, горячая. Он скакивает, включает свет, свет горит. Бежит в ванную, включает воду, вода горячая. Он кричит жене. Жена, коммунисты вернулись. Весь доля правды. Порядок и надежность. И лифты не падали. И везде горел свет. Чтобы мы вернулись. Давайте за это. Да, хорошо.